ЗЕМЛЯКИ Тянет к людям простым, чистым теплым святым, неприметным на вид, что живут без обид. От души приветствую вас, дорогие земляки. Вы знаете, лет 25 назад, наверное, с легкой руки Анатолия Васильевича Исаева, директора машиностроительного завода номер один, получил я кличку «Певец машиностроителей». Ну, правда, немало передач я посвятил и заводу «Пархоменко», и «Машзаводу номер один», и «НКМЗ». Очень много людей были героями моих телевизионных передач, и радиопередач затем. Особенно мне помнится передача «Завод. Моя биография». Это о тех людях, которые, собственно говоря, начали свой творческий путь на машиностроительном заводе номер один, одном из самых старейших заводов Караганды, и постепенно выросли в крупных руководителей или в крупных мастеров своего дела, будучи не руководителями, а рядовыми становочниками или кем-то еще. Или была такая передача, которую у меня потом даже умудрились слезать алматинцы «Завод в шести ракурсах». Это тоже была такая многоплановая, интересная передача о людях того же машиностроительного завода номер один. И частенько в этих передачах проходил очень молодой строгальщик Владимир Крупский. Если считать, что это было все лет 25 назад, то это теперь Владимир Николаевич Крупский. Помню за ним изрядные звания и заслуги. Был он и депутатом советов разных, в том числе Ленинского районного. Он был даже членом бюро Ленинского райкома партии. Что, в общем-то, конечно, редкий случай, обычно в бюро секретари, председатели и прочие начальники. Но для, что называется, разжижки за счет гегемона обязательно был там рабочий. Вот членом бюро кома партии была, по-моему, токарь, что ли, Новокаргандинского машиностроительного завода Бабичева. А вот Владимир Николаевич был членом бюро Ленинского райкома партии. Я помню, что он был кавалером крупных орденов. Орден Октябрьской революции у него был. Орден Трудового Красного Знамени. Ну, я что-то все перечисляю, да перечисляю. А дело в том, что Владимир Николаевич, кроме того, что был героем моих передач, он еще был моим страшным противником по шахматам. И, собственно говоря, и до сих пор остается. Но я сейчас хочу поговорить не о том, каким он был тогда, а о том, каким Владимир Николаевич Крупский есть сейчас. Каким и кем. Владимир Николаевич, будь любезен. По старой дружбе объясни, почему я тебя полгода не слыхал. И кто ты сейчас есть? Человек. Ну, это банальный ответ. Так, точнее, кто ты есть сейчас? Числюсь. Домашзавод номер один. Мастер. Без содержания в отпуске. Который месяц? Пятый месяц пошел. Пятый месяц без содержания, да? Хорошая теперь у нас отпуска. А кроме того? Сижу дома. Ну что, прям хлеб и колбаса с неба сыплется? Да нет, за счет пенсии жены живем. Так, пенсия жены, это в переводе на тенге, что это такое? Ну, где-то четыре с небольшим тысячами. Четыре с небольшим тысячами. Ну, ведь у вас же еще, по-моему, потомство имеется. Да, сын демобилизовался, только устроился работать с месяц, наверное. Но когда будет получать зарплату, тоже неизвестно. Внучечка у меня пошла в первый класс. Живем. Живем. А жена-то, во-первых, я имя забыл, прошу прощения. Антонина Прокопьевна. Так Антонина Прокопьевна кем работает? Она сейчас на пенсии не работает. А до этого? До пенсии? С геологом было. Потом на шахте немного дорабатывала до пенсии. ВТК, что-то такое связанное. А самому пенсия когда светит? Через три года и десять месяцев. Через три года и десять месяцев. То есть, когда исполнится 63 года. 63 года. Владимир Николаевич, а как давно переступал порог в заводской проходной? Я помню, между прочим, что одной из самых волнующих тем было для меня в телевизионной станции «Юность» это рассказывать о пенсии культуры после праздника. Я уже сейчас не помню, кто или директор завода «Фаермак», или директор завода «Исаев» мне говорил. А у нас люди и приходят на работу как на праздник, и уходят с работы, одетые по праздничному. Чисто потому, что и на территории, и в цехах довольно чисто. Как давно, Владимир Николаевич, переступал ты в заводскую проходную порог? Каждый понедельник переступаю порог и узнаю, когда будем работать, когда будет зарплата. Нам обещают и говорят, приходите в следующий понедельник, что-нибудь будет известно. Тогда просто просьба. Я давно не переступал порог своего любимого завода. Как я уже говорил, тогда такой вопрос. А что же там делается сейчас в цехах? Часть цехов принадлежит разным компаниям. У первого завода остался второй цех гидростоек, токельная, отдел главного механика, завода управления. Вот и все. А твой любимый седьмой цех? Ликвидирован в этом году. Буквально два месяца тому назад, может быть. Он почему ликвидирован? Не рентабельный был или... Никому не нужны специалисты и то, что они могли бы делать для завода. Каждая фирма делает все своими силами. Но после того, как ты работал с трогальщиком, Володя, ты же мастером стал, как-то я не заметил, в каком это цехе было и сколько ты проработал мастером? Десять лет во втором цехе проработал. В том самом, который еще принадлежит заводу. Сейчас принадлежит заводу, да. Там Юра Ратников работает? Да, сейчас уволился. А Павел Мантель работает? Ушел на пенсию. Это герой моих передач. На пенсии уже, Паша. Иванов Виктор В.Владимир был замечательный многостаночник. Или много, как это называется, многошпиндельные станки-то были. Потом он тоже мастером стал. Сейчас не помню уже, куда он. Давно не видел. Давно не видел. И не встречал. Понятно. А кто из друзей-то старых, которые с тобой проработали там многие годы, там еще работает? Не в отпуске тоже без содержания, а работает кто? Или все вот так? Ну, из инструментального цеха часть людей совсем немножко в цех резинотехнических изделий забрали. Там какая-то другая фирма. Это бывший третий цех, по-моему? Я делала это вот интервью с Иваном Ивановичем Дрожжиным. Это было очень давно. Владимир Николаевич, Володя, я тебя буду то так, то так называть, потому что родной другий человек. Скажи, пожалуйста, сколько лет ты проработал, и за что с тобой ордена давали? Как это было сформулировано хотя бы, и как ты сам это вот объяснишь? За что ты получал такие высокие ордена? Я, по-моему, даже и не все перечислил. Сначала сколько лет работал? На заводе 37 лет уже. 37 лет. А самому еще только 58. 50? 60-й год пошел. 59. В общем, две трети жизни прожито в стенах завода. Так, а за что давали такие крупные ордена? Ты же не директор, не инженер. Ну, официально, как напечатано было, за производственные достижения. Вроде бы лучше всех работал. На самом деле, так же, как и все. Ну, а как сам-то тебе сформулировал бы, за что же тебе давали ордена? Ну, я думаю, не только за один труд, а за активность какую-то политическую там, партийную, комсомольскую, депутатскую. Все это, если вместе суммировать. Ну, может быть, руководители и усмотрели, что надо наградить. А может за то, что советское государство все-таки действительно держалось на плечах рабочего класса? Ну, это несомненно. Впереди был рабочий человек, колхозник, на которого ориентировались. Его труд пропагандировался. С него брали пример. Пытались воспитывать подрастающее поколение на рабочих традициях. Еще один вопрос. Володя, ты прости, ты схитрил? Я промолчал. Ты продолжаешь молчать, но я-то ты вскрою это дело. Ведь ты, кроме того, что на пенсию жены, ты еще и работаешь по ночам. Ты работаешь сторожем в детском садике. Потому что я знаю тебя как настоящего мужчину, который на одну пенсию жены жить не сможет. Он же совесть имеет. Муж, живущий хоть на пенсию, хоть на зарплату жены, это не мужчина. Поэтому ты не можешь сидеть и просто дожидаться. Вот расскажи про эту часть своей работы. Как ты этим занимаешься делом-то? Оно же высокой квалификации. К сожалению, полтора года уже нигде не работаю. Детский садик Вьюнов, Вьюнок, Шахсты имени Костенко, ликвидирован новыми властями. Работники садика, которые сохранили здание, оборудование в течение двух месяцев, трех, остались без зарплаты. Полтора года таскались по судам. Наконец суд присудил выплатить эту зарплату им. Но по сей день работники не получили заработанные ими деньги. Уже полтора года с лишним прошло. Это также касается еще другого садика, шахты Костенко, где-то при Шахтинске. Так что нигде пока не работаем. Так делают дома ремонт. Бесконечный ремонт, что ли? Ну, то одно сломается, то другое сломается. То сестре там надо помочь, то дочери надо помочь. Тянет к людям простым, чистым, теплым цветы. Неприметным на вид, что живут без обид. Растят малых да детей, ждут хороших вестей. Праздник любят да уют, верно в общем оживут. В эфире программа «Земляки». С микрофоном Владимир Литвинов. Герой наш сегодня, когда-то настоящий герой труда, а теперь человек на вынужденном сидении дома, Владимир Николаевич Крупский. Последние месяцы, работавший, последние годы, целые десятилетия работавший мастером второго цеха, главного цеха, между прочим, машиностроительного завода номер один. Владимир Николаевич, давай поговорим о чем-нибудь полегче. Времени свободного много. Целых пять месяцев, за исключением понедельника, чтобы узнать, нет ли там работы, ходить никуда не надо. Чем занимается станочник высокого, высочайшего класса? Домашними работами. Ну, давай посмотрим по-другому. Сначала, наверное, читай. Что читаешь? К сожалению, читать мало приходится. Больше слушаю радио, делаю свои выводы. Газеты с ликвидацией советских времен практически так. Просматриваю и ничего всерьез не беру. Много непонятного, особенно в людях, которые продолжают находиться у власти и ведут себя недолжным образом. Мне это очень неприятно. Надо, мне кажется, честно сказать, что было, то прошло, будет по-другому. Ну, и не смей вылазить куда-то. Живи как можешь. Ну, в принципе, наверное, так оно и будет. Каждый будет жить как может. Один как может воровать, другой как может бегать, искать хоть какую-то работу. И искать возможность угодить хозяину, поскольку, если не так на хозяина посмотришь, или не то слово скажешь, так и вылетишь. Потому что рук свободных сейчас много, заменить любые руки можно. А вот, говоришь, слушаешь радио. Я тут, дорогие радиослушатели, дорогие земляки, хочу сказать вот какую интересную вещь. По идее, программу о Владимире Крупском я должен был сделать бы лет еще пять назад. Потому что, ну, нет, наверное, в городе более внимательного, более чуткого слушателя программы земляки, чем Владимир Крупский. Вот шесть с половиной лет выходит программа. Ну, если в каждом году по двенадцать месяцев, то это же получается что-то такое, сколько, месяцев восемьдесят, да? Так вот, примерно восемьдесят раз за эти годы, естественно, после того, как прозвучит в эфире удавшаяся мне программа земляки, обязательно раздается телефонный звонок, и Владимир Крупский говорит, спасибо тебе, Владимир Иванович, за хорошую передачу. Причем, независимо от того, о ком была передача, о рабочем человеке, об учителе, о враче или об ученом, критическая она была, предположим, или она была такая портретно восхищенная. У меня ведь больше портретно восхищенных передач, потому что я давно уже говорю, я делаю программу земляки для того, чтобы сказать спасибо людям труда. И вот это моя передача. В первую очередь спасибо за то, что сидит передо мной настоящий труженик, у которого тридцать лет руки в мозолях, и потому что еще он очень неравнодушный человек. Владимир Иванович, давай-ка скажи мне, пожалуйста, сейчас, почему ты целых полгода не звонил? Почему я ощущаю, как будто моя программа зависла в воздухе, и будто никому даже и не нужна? Она тебе, может, разонравилась? Нет, все нравится. Дело в том, что вот как-то так получалось, что вот эти вторники, понедельники, среды, когда интервью ваши проходили, меня или дома не было. Ну, я просто не мог слышать передач. Ну, понятно. Поэтому мне нечего было сказать. Ну, в принципе, волка ноги кормят, и безработного рабочего человека тоже ноги кормят. Так я понимаю. Да, все дела вроде как-то... Хорошо. Владимир Николаевич, давай перейдем... Нет ни причины. Ну, ладно. Давай. Как говорит, замнем это для эстетики. Все-таки вот какой. Вот в одной из передач я сказал, что не вечно программа земляки, и я не вечно. Я вот сейчас все время раздумываю над тем, а не пора ли как-то закругляться с программой земляки. Поэтому мне вот хочется, чтобы ты, ну, вроде как, Владя, начал бы какой-то диспут, что ли, в эфире, может, еще кто-то откликнется, продолжать мне дальше передачу? Или закрывать ее? В чем ее сильные стороны, и в чем ее недостатки? Мне бы вот хотелось, чтобы именно ты это высказал, потому что, ну, я практически знаю, что ты, если не все, то процентов 80-90 передач слушал. Чем внимательно. Передача эта, на мой взгляд, должна выходить в эфир. О людях нашего города и области знать надо, это очень интересно. Всегда что-то найдешь поучительное. На замечание. У каждого свой вкус. Мне, например, с моей точки зрения, что я советский человек и советским умру, нравится передача больше с той точки зрения, когда говорится о том, что человек человеку друг, товарищ. С новой точки зрения капиталистической, в которую мы переходим, человек человеку волк и должен локтями, кулаками добивать себе и должность, и кресло, и кусок хлеба. Мне это не подходит. Я этого не совсем понимаю. И большинство нас, живущих в области, не понимают этого. Но должны уже, наверное, понять, что это 8 прошло. Мы всегда с горечью слышали слова американского писателя Генри «Боливар двоих не вынесет». У нас, к сожалению, сейчас вот эта фраза становится чуть ли не заповедью многих людей. Да, к сожалению. Но все-таки я бы хотел услышать и замечание в адрес программы «Земляки», которое в этом году отмечать будет уже, вернее, в январе следующего года отметил «Семилетку». Ну, слабость некоторых передач может быть в том, что еще не совсем все понято, не совсем мы стоим твердо на ногах, иногда острый угол стараемся обойти в передаче, не затронуть или так. Это подразумевается вроде бы. Вот здесь вот слабость. Там, где прямо в лоб идет и человек отвечает, и корреспондент, журналист задает вопрос и получает ясные ответы. Здесь все ясно, и получается, на мой взгляд, очень даже хорошо. А вот с точки зрения того, что у меня чаще звучат ученые, деятели культуры, учителя-врачи, и редко бывает рабочий человек, я тут не делаю ошибку? Нет, ну учитель, инженер, врач, это те же самые трудящиеся. Вот когда вы будете говорить о предпринимателе или капиталисте, который нажился не знаю на чем, и стал таким, о нем будете делать, как о хозяине, который копил свой капитал не своим трудом, вот это здесь будет, наверное, непонятно что. А это трудящиеся, а это трудящиеся. Пока трудящиеся все, они своим трудом зарабатывают кусок хлеба. И врач и учитель, они нам необходимы. Это основа, это будущее для наших детей, внуков, грамота, здоровье. Это необходимо. Владимир Николаевич, последних два вопроса. Первый вопрос. Напутствие мне, как автору программы «Земляки», как журналисту, как караганзисту? Ну, я бы хотел повторить свои слова, которые сказал вам, и когда вам исполнилось 60. Три года назад? Да. Чтоб микрофон вас не молчал, и только правду говорил народу. Спасибо. И последний вопрос. Какой надеждой, какими силами живет кавалер высочайших орденов страны, депутат и член райкомов, а сегодня человек почти без работы, Владимир Крупский. Что он видит завтра-послезавтра в своей жизни? Очень коротко, вместо пенсии вижу пособие по старости. Ухудшение положения еще будет и долгое время. Пока мы не поймем, что советский человек жить в капитализме не может. Ясно. Значит, период должен быть довольно-таки продолжительным. Ясно. Спасибо, Владимир Николаевич, за такую вот душевную беседу. Я хочу вот сразу тут в присутствии радиослушателей подарить тебе, Володя, свою книгу, которая называется «Сердца раскрываются». Я вдохновлялся твоими спасибами за передачи, когда делал героями этой книги героев программы «Земляки». Без тебя, к сожалению, нету, но машиностроители тут есть, шахтеры тут есть, куда вы относились, и просто рядовые люди есть. А радиослушателям могу сообщить, что книга «Сердца раскрывается», продается сейчас в книжных магазинах. Можно ее купить, запросить ее и по адресу 52-07-08. Можно и мне домой позвонить, я объясню, где и как. 52-19-75. Спасибо, дорогие «Земляки» за внимание. Спасибо еще раз, Владимир Николаевич, за беседу. Спасибо за книгу. А тебе, Владимир Николаевич, спасибо за то, что ты терпеливо ждешь, когда же, наконец, твои руки дорвутся до станка. Нельзя такому человеку, как ты, быть без дела. Встанут раньше зари, спят еще фонари, непогодам назло улыбнуться светло. Чай из блюдечка попьют, Деток в школу отведут. День недели длинней, нет людей тех сильней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если дождичек, то дождь, а снежочек, так снег Тянет к мудрости рочь и не спеша на стерек Субтитры создавал DimaTorzok